привет в этом видео я расскажу как решить проблему если ваш компьютер с операционной системой windows и не видит подключенный iphone ipad или ipod для этого нужно в поиске ввести панель управления левой кнопкой мыши заходим выбираем программу удаления программ левой кнопкой мыши заходим далее списке всех установленных программ нам нужно найти две программы и удалить их первая программа apple mobile device support находим ее у меня этого не установлена у вас да и если вы раньше подключали iphone у вас должен быть это приложение установлен находим приложение apple mobile device support и удаляем его далее второе положение находим itunes и удаляем его удалить выбрали приложение которые хотим удалить нажимаем правой кнопкой мыши удалить после того как вы удалили два приложения apple mobile device support и itunes заходим на официальный сайт apple.com на официальный сайт apple заходим скачиваем эти два приложения последней версии и устанавливаем устанавливаем их на ваш компьютер после установки перезагружаем компьютер далее в поиске вводим диспетчер устройств диспетчер устройств левой кнопкой мыши зашли далее нам нужно выбрать вкладку контроллер и usb либо universal бомбас контроллер будет по-английски контроллер usb вот такой значок должен быть обращаем внимание на такую иконку и здесь нужно найти что-то строчку которая будет называться apple mobile девайс usb девайс находим ее здесь у меня здесь нет но в вашем случае должно быть потом выбираем правая кнопка мыши нажимаем обновить драйвер и нажимаем автоматический поиск обновления драйвер и после этого у вас должна появиться какая-то строчка который будет содержаться это по такого нужно будет нажать нажатию и установить эти драйвера потом закрываем и после этого нужно перезагрузить компьютер и снова включить компьютер и попробовать подключить ваше устройство должно заработать если не заработал то можно попробовать после всех этих манипуляций еще одно действие сделать сюда в поиск и вести сервис с английскими буквами либо русскими службы найти вот чтобы поиск выдал вот такое такое меню левая кнопка мыши заходим из здесь в списке всех запущенных задач нужно найти apple mobile девайс сервис после этого мы должны найти и увидеть выполняется он или не выполняется два раза кнопкой мыши можно попробовать установить запустить по новой сначала остановить потом запустить по новой и здесь тип запуска выбрать автоматически после этого нажать применить окей закрыть перезагрузить компьютер и снова попробовать подключить ваше устройство после всех этих манипуляций windows должен увидеть ваш iphone ipad либо ipod и снова и Продолжение следует...